Здравствуйте, меня зовут Туторский Андрей Владимирович, я доцент кафедры этнологии исторического факультета Московского университета и я читаю в Московском университете курс лекций по истории первобытного общества. История первобытного общества как особый исторический период и особый предмет научного интереса начала формироваться в конце 19 окончательно сформировалась в 20-30 годы 20 века в это время было распространено представление о комплексном взгляде на историю человечества и ученые в разных странах собирали данные различных дисциплин археологии этнографии физической антропологии лингвистики вместе чтобы объяснить ранние периоды становления человека но был и другой интерес и был и другой источник развития вот именно этой сферы и интереса к этой сфере дело в том что согласно ряду философских учений идеальное общество должно было напоминать общество изначально и поэтому многие построения диктовались не столько найденными материалами сколько вот этими вот политическими взглядами ученых которые писали исторические трактаты археологических данных о доисторическом периоде было достаточно мало они постепенно пополнялись но этнография давала гораздо больше и именно этнографические данные легли в основу большинства реконструкций это ногу в этнографии в то время господствовало такое течение как эволюционизм его идеи были сформулированы такими учеными как адольф бастиан германии эдвард бернат тайлор в великобритании фрезер великобритании и рядом других согласно этому учению все народы которые были расселены наконец 19 века по разным уголкам земли могли быть выстроены в одну хронологическую цепочку на вершине этой цепочки оказывались как правило англичане американцы дальше от них где-то на пол века век отставали французы дальше на два века может быть оставая россия на 3-4 века отставал какие-нибудь страны арабского мира индия и в самом начале вот этой цепочки находились австралийские аборигены то есть эволюционизм из географического многообразия сделал историческое многообразие и таким образом вот в учебнике допустим равдоника со конца 30-х годов австралийские аборигены четко увязываются с этапом верхнего палеолита на основании вот такого подхода было сделано множество реконструкций были введены в ног такие понятия как палка-копалка родовой строй родовая община матриархат и многие другие и поскольку пик интереса приходился именно это время вот в таком сформированном видео курс практически и остался существовать до нашего время уже в тридцатые годы допустим ряд американских ученых например роберт новый начал критиковать эти идеи и критиковал достаточно основательно накапливали данные и науки археология этнография и вот на рубеже 20 21 века мы очень много данных получаем от биологии генетические и это логические исследования очень серьезно меняет наше представление о первобытности но проблема заключается в том что будучи один раз вписано в такую философию истории в концепцию исторического знания многие идеи подобно мемом продолжает свое существование ну например вот идея родовой общины была раскритикована еще советскими учеными бутиновым и кого дороги целом рядом ученых еще в 50 60 годы 20 века но тем не менее в допустим в пособиях для поступающих вузы до говорится о родовой общине у славян вот наш курс будет посвящен тому что мы попытаемся эти понятия рассмотреть деконструировать и понять почему они прижились и до сих пор живут своей жизни несмотря на то что объективные археологические этнографические данные их опровергают